Финальное слово в этой панели я предоставляю Валерию Гачману для краткого ощущения того, как чувствуют себя зернопереработчики на празднике крестьян. И что вы думаете про экспорт и как его надо менять, структуру алтайского экспорта? Раз, два, три. Он работает, да? Да, да, отлично вас слышно. Три минуты, пожалуйста. Нет, на празднике крестьян мы всегда чувствуем себя великолепно, потому что их праздник – это наш праздник. И те дожди, которые сопровождают это мероприятие, которых не было в Кулундинской степи, в западной Кулунде, Алтайского края, может быть, не все об этом знают, с апреля месяца, а сейчас они прошли, это касается не всей территории края, конечно, но Кулунда, и особенно западная Кулунда, серьезнейшим образом пострадала у нас уже от засухи. То, что мы с вами видим с дождь в зонтике, это очень радует, и поэтому мы, конечно, рады за наших крестьян. Значит, что касается темы нашей дискуссии, это экспорт и наше видение того, что происходит на экспортной площадке, здесь таких радужных эмоций мы не испытываем. И, в общем-то, те цифры, которые мы слышим, толкают, наоборот, на отнюдь нерадужные мысли. Значит, мы все больше и больше радуемся, что вывозим из края сырье, из края сырье, из Сибири сырье. Не звучит вопрос о переработке. Если звучит вопрос о продукте с добавленной стоимостью, то сразу начинаются какие-то выкладки про глубокую переработку. Опыт экспорта продукции с переработанной толкает на мысль, что если мы не можем организовать поддержки экспорта продукции первой-второй стадии переработки, то уж с глубокой переработкой мы с этой продукцией точно никуда не уйдем. Значит, все больше и больше скатываемся в разряд сырьевого придатка. Только мы, товарищи, сырьевой придаток не Западной Европы уже и не Соединенных Штатов. Мы сырьевой придаток Монголии, Узбекистана, Таджикистана, Кореи. То есть мы сырьевой придаток уже стран третьего мира. Давайте вещи называть своими именами. Добавленная стоимость на наше сырье делается там. А Узбекистан, Казахстан это место занял уже давно, наше место. Казахстан продолжительное время уже чередует первое и второе место в мировом экспорте муки в те страны, которые традиционно были российскими. Это Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Афганистан. Это наши рынки сбыта. Мы с радостью теперь докладываем в последние годы мукомольная промышленность построена в Узбекистане и Таджикистане. То, что сейчас прозвучало в нескольких докладах, товарищи, мы с гордостью докладываем о том, что мы загружаем перерабатывающую промышленность и обеспечиваем городообразующие предприятия не у себя на родине, а там. Это, конечно, отраслевой интерес, у меня абсолютно предвзятый на это взгляд, и, конечно, я думаю только о нас, о мукомолах. Товарищи, я думаю об экономике РФ, об экономике своего края. То, чем мы гордились, мы это теряем, причем теряем под аплодисменты. Мы, мы, у нас 50, 50-60 процентов зерна экспортируются в Казахстан. Переведите на английский язык и дайте прочесть нерусскоязычному. Он сочтет, что это неправильный перевод. Открыть рынки сбыта в аграрной стране, это поставить себя в полную зависимость от аграрной страны. Мы не открыли рынков для своего зерна ни в Китае, ни в Южной Корее, ни в других странах Юго-Восточной Азии, там Филиппины, Индонезии, которые никогда не смогут обеспечить себя зерном, и мы могли бы это место занять. Наш успешный экспорт в Казахстан, товарищи, ну, вот Владимир Викторович, наверное, выступит и скажет. Наш успешный экспорт в Казахстан поддержан только засухой в Пакистане, Афганистане и Узбекистане, который длится на протяжении двух лет. В этом году, к сожалению, это повторится. Так вот, Казахстан не смог обеспечить эти страны своим зерном. Вот по всем учебникам, по правилам экономики, Российская Федерация должна была сделать все, чтобы занять место Казахстана и Пакистана на рынке Афганистана. Ну, то есть, это сложно, там думать надо. Гораздо проще продать всеми путями, в том числе, так называемыми серыми схенами, зерно в Казахстан. Вот вдумайтесь, что произошло. При отсутствии продукции зерна в Казахстане, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, географически вы представляете, у них выбора нет больше брать. Выбор один, это Пакистан, Пакистан основной поставщик с Ираном, там, к сожалению, засуха. Но когда этот рынок оказался не обеспечен зерном, там не появились российские экспортеры. И вина не экспортеров, я скажу, чья вина. Там не появились российские экспортеры, там не появилось зерно, упакованное в мешки Российской Федерации. Казахи купили наше зерно и обеспечили вышеперечисленные страны, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, нашим зерном, увеличив экспорт Казахстана. Мы не заменили их на этом рынке. Они нашим зерном подменили свой дефицит, Российская Федерация на этом не заработала ничего, ни рынков, ни налогов. Валерий Владимирович, к выводам. К выводам. Значит, наши экспортеры бездарные, да великолепно у нас экспортеры, вы сейчас доклады слушали. Товарищи, правозная плата для нерезидента по территории Республики Казахстан в 5-6 раз выше, чем для резидента. В 3-4 раза такая же правозная плата выше по территории Республики для нерезидента Узбекистан, только там, конечно, расстояние гораздо меньше, это не так значимо. Более того, через Таджикистан мы не реэкспортируем продукцию, но даже провозка по Республике Таджикистан стоит для нерезидента дороже. Это вопрос к межправкомиссиям и к государству. Это не проблема бизнеса. Это проблема государства. Но при всем при этом, спасибо, что предоставили слово. К сожалению, вот те товарищи, перед которыми хотелось бы это сказать, не присутствуют. Хотя, Андрей Филиппович, к вам, к вам, им я передам, был бы толк. Андрей Филиппович, в вашем лице к органам местной власти. Дитя не плачет, мать не разумеет. Никогда в жизни, вы это прекрасно знаете, в федеральном центре они не вспомнят ни про ЖД-тарифы наши внутренние, а если вспомнят, только если вы им напомните. И здесь обращение к вам, представителям региональной власти, кто может сориентировать федеральное правительство на те вопросы, которые нужно решать. Значит, это по Казахстану. Китайская Народная Республика, товарищи, 65% возная пошлина, притча во языцах, квотированный ввоз. Это даже не обсуждается на межправкомиссиях. Я присутствовал на межправкомиссии, даже у меня время было предоставлено для выступления с Китайской Народной Республики. Товарищи, слушайте, в помещении Минсельхоза Российской Федерации, китайская делегация, наша делегация, выступили все, товарищи, китайцы, выступили все. Нам в Российской Федерации, в российском Минсельхозе нам слова даже не дали. Андрей Федорович, извините, кому рассказываю, вы же там присутствовали. Вы единственные, кто остановил этот бардак тогда и потребовал, чтобы люди вспомнили, в какой стране, чьи интересы они должны защищать. Это крест на мне или на мероприятии? 30 секунд осталось. Все, 30 секунд. Значит, товарищи, мукомолы производят качественную продукцию, качественную крупу, и мы сможем сохранить за собой рынки, которые традиционно были наши, и выдержать конкуренцию. Главная проблема, которая была, остается и есть для мукомолов и зернопереработчиков Алтайского края, которые могли бы экспортировать продукцию с добавленной стоимостью. Андрей Филиппович, никто еще не вспоминает, все наши предприятия, у нас 60 районов Алтайского края, все наши предприятия градообразующие. Вот такая политика приведет к их остановке. Товарищи, ну это политически недопустимо. Это главные налогоплательщики в каждом районе, в всех наших маленьких городах. Я говорю, в первую очередь, про Алтайский край, конечно. Для Томска это менее, может быть, актуально. Для нас вы представляете, насколько это актуально. Но, товарищи, мы впервые в прошлом году не сделали миллиона тонн муки. У нас руки остались те же, у нас оборудование. Мы продолжаем строить, продолжаем модернизировать. Но без поддержки государства, тарифов и работы с минсельхозами, с Министерством иностранных дел, сопредельных государств, государств главных наших импортеров. Казахстан не может быть главным нашим импортером. Это аграрная страна. Товарищи, давайте каждый раз смеяться над собой, когда мы в Казахстане видим импортера. Есть Китай, давайте работать с Китаем. Есть страны Центральной Азии, которые будут всегда. Афганистан, Узбекистан. Давайте пробивать дорогу туда. Не зацикливаться на Китае и не хлопать себе в ладоши, как здорово мы экспортируем в Китай. Как здорово мы экспортируем, видите, в Казахстан. Спасибо, спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Спасибо большое.